Привет, друзья! Начну с того, что я не могу ничего сказать про новые видеокарты, даже если кто-то где-то что-то написал. Вы должны понимать причины. И продолжим. Мне очень хочется поблагодарить подписчика Диар Клоу, или Доктор Клоу, почти доктор зло, за громадной величины пожертвований, без всяких стримов и вопросов. Просто так, как в детском мультфильме. Просто так! Спасибо, брат! И теперь, когда с формальностями покончено, я хотел бы высказать свое мнение о новостях прошлой недели. Так как был занят роликом про матрицы, а поделиться, в общем-то, соображениями хочется, пусть они покажутся вам банальными. Не волнуйтесь, это ненадолго. AMD на прошлой неделе троллили Intel, предлагая поменять сувенирный, так скажем, процессор 8086K на трейдрипер 1950X. Вот честно, маркетологи в AMD подобрались отличные, ну, прям как по конспекту. Предложить акцию, которой вряд ли кто-то воспользуется, но шумиха будет просто вообще невообразимая. 8086K рассчитан на фанбоев, остальным проще купить 8700K. Ну или вы захотели отборный камень, и оказалось, что у Intel купить дешевле, чем от Derbauer. Еще и чужие руки под крышку не лазили. И фанат, купив себе сувенир, вряд ли пойдет менять его на процессор, которому еще нужно купить дорогую, ну, ладно, так, не дешевую материнскую плату, и есть шансы, что оперативная память просто не заработает, ну, или не будет работать так эффективно. Именно поэтому AMD нацелили свою акцию на тех, кто выиграл в тотализатор этот процессор. А таких было всего 40 человек. С большей долей вероятности, как это, в общем, часто и бывает, большинство выигравших случайные люди. Предложения AMD-шники тоже ограничили 40 экземплярами, и только в США. И если ты, поменяв процессор, понял, что совершил глупость, назад уже не поменяешь. Как там дело развивалось дальше, было уже не особо интересно после ответа Intel. Если был нужен 8086K, могли бы попросить у нас. Достойный ответ на откровенно агрессивную кампанию AMD. И вместе с тем Брайан Гржанич уходит. По какой-то нелепой причине за связь с сотрудником. Какого пола сотрудник, политкорректно не уточняют. Но специалисты такого уровня просто так не отлучают. Причина явно формальная. Либо Брайан что-то там натворил, и это скажется на будущем компании, поэтому его срочно нужно убрать со сцены. Либо, как я уже неоднократно замечал, он слишком много болтал лишнего, после чего акции падали. А может, Intel стыдится, что у руля американской компании европеец, а не китаец или индус? Реальных причин может быть очень много. И, возможно, нам вскоре стоит ждать совершенно иной политики. Но вот смех-то будет, если Кржанич уйдет в AMD. Ну, как бы в обмен на тех, кто из AMD ушел в Intel. Независимо от того, как работает пиар у AMD в мире, у нас в России AMD-шники обещали впрячься в мою идею с конкурсами к каждому выпуску. Ну, помните, я вам предлагал задание, а вы отвечаете на это задание, и первый правильно отвечающий в комментариях получает приз. Я попросил у них процессоры для этих вот розыгрышей. Ну, может быть, что-то еще будет, пока сказать сложно. В общем, ждем. А на форумах активно обсуждают, будут ли грядущие восьмиядерники от Intel работать на материнских платах, что есть уже сейчас, в том числе на самых дешевых с чипсетом H310. Один из пользователей Reddit разобрал несколько файлов BIOS для существующих материнок и заметил, что максимальное количество поддерживаемых ядер у них не 6, а 8. Это обнадеживает, и хочется верить, что так оно и будет. Но все же поддержка конкретных новых процессоров всегда появляется в материнских платах с обновлением BIOS. И даже если железо материнки будет готово принять новые процессоры, выйдут ли эти BIOS для них? В Intel могут решить, что топовым процессором только топовые материнские платы на Z390, вне зависимости от того, будут ли на то аппаратные ограничения или нет. Но дело тут не в возможной поддержке, а в реальности такого сценария H310 и предполагаемые 8800K. Наш хороший приятель с 3D News Сергей Плотников провел тест материнских плат на H310. Задача была проверить возможности самых младших материнок, и как вывод для H310 разумный максимум 8400. Дальше уже не выдерживают цепи питания. Перегрев, как следствие троттлинг процессора и конфигурация оказывается бесполезной. И о каком восьмиядернике на H310 тогда вообще может идти речь. Сейчас появилась голосовалка, хочешь ли ты себе новый восьмиядерник от Intel за вменяемый прайс. То есть по цене примерно сегодняшнего 8700K. И пропадет ли желание, если цена будет больше 30 тысяч рублей, как на сегодняшний 7800X. Пока вы голосуете, напомню, что какой бы процессор вы не выбрали, покупая что-либо в интернете, не забудьте получить кэшбэк от Letyshops. Letyshops сотрудничает со множеством онлайн-магазинов, и если покупка, которую вы совершаете, дорогая, то и кэшбэк будет приличный. С покупок друзьям и покупок подарков вы также можете получить кэшбэк, хотя бы в качестве бонуса за потраченное время и усилие. Ссылка на сам сервис и расширение для браузера в описании. И еще, только пишите уже в комментариях, верите ли вы в будущее процессоров ARM в отрыве от смартфонов и планшетов. Как вы помните, Qualcomm отказались от экспансии на серверный рынок, но не отказались от ноутбуков. И тот самый грозный Snapdragon 1000 обрастает всего большими подробностями. Выясняется, что это разработанный с нуля процессор, а не перелицованный 845 Snapdragon. Проц даже будет значительно крупнее, но конкурировать он будет с Y-процессорами Intel. И сейчас, конечно, пророчат конкуренцию с U-процессорами, но это будет возможно, если постарается Microsoft, который очень тесно работает с Qualcomm. И вся надежда, что у Windows будет лучше оптимизирован для работы с многоядерными процессорами. А Qualcomm наверняка готовит много слабых ядер на кристалле. Слабых, конечно же, по сравнению с AMD и Intel. Но когда это будет большой вопрос? Сейчас уже известно, что майки сотрудничают с Qualcomm. Сотрудничали, когда разрабатывали процессорную архитектуру Edge, не имеющую ничего общего с одноименным браузером. Также известно, что Microsoft потратили на разработку своего процессора, которого еще нет, 8 лет. Существует он пока на перепрограммируемой матрице, на те самые FPGA, о которых мы несколько раз говорили. Нам обещали устроить интервью даже с человеком, который работал еще в Альтере, а теперь работает в Intel на этом направлении. Но я отвлекся. Microsoft запустили уже Windows 10 и Linux на своей архитектуре Edge. Это принципиально иная архитектура. Ничего общего с x86. Сейчас мало известно, но самое главное, зачем это нужно? Быть может, майки решили делать свой софт, свое железо и пойти по пути Apple? Будет интересно наблюдать. Но сейчас все ищут способ изменить систему предсказаний и загрузить процессор реальной работой. Из кулуарных разговоров с Intel удалось утянуть информацию, что сейчас процессор выполняет много лишней работы, связанной со спекулятивным исполнением. Отсюда, в общем, появились и уязвимости. И Intel разрабатывает новый блок предсказаний, а участвует даже так, основной разработчик Борис Бабаян. Он был занят в разработке процессоров Эльбрус, тех еще советских. Вот такой вот мексиканский сериал. Я вот в раздумьях. Делать по этому поводу отдельный ролик, который вы не будете смотреть и пропасть снова на неделю. Ну или клепать новости. Ну и напоследок, вот вам неподтвержденные слухи из надежных источников. Радостные для поклонников Intel. Как раньше было известно, не за горами рефреш Skylake X. Среди них могут быть 22-ядерники. Будет ли больше ядер, не знаю, но в старшую версию может вернуться припой. Это, конечно, бабушка на А2 сказала, но Intel взбодрились. Пока это еще не так может быть заметно, но они меняются. Ну, посмотрим, посмотрим. Ну, а на сегодня все. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok